Думаешь бизнес это не для тебя? Слишком сложно? Скажи стоп своим сомнением. Пора действовать. Как открыть собственное дело? Где получить информацию и финансовую поддержку? Практические советы в различных сферах бизнеса. Наши герои добились успеха с нуля, а значит и тебе это под силу. Составь свой бизнес-план вместе с нашей программой. Здравствуйте, друзья. Творчество необходимо людям, как воздух. Так считают герои нашей сегодняшней программы. Алена Яцкая и Антон Неклюдов, руководители творческой мастерской, которая три года назад открылась в Гомеле и весьма быстро стала популярным местом досуга. В чем секрет такой популярности? Много ли в Гомеле творческих людей и легко ли быть художником-предпринимателем? Об этом сегодня в программе. Меня зовут Алена Яцкая. Я художник и основатель творческой мастерской «Воздух». Это мастерская, где можно научиться керамике, живописи. Можно прийти как на курс, так и на мастер-класс. То есть разово позаниматься, либо пройти длительное обучение. Если вы приходите, например, на базовый курс керамики, то там вы проходите 8 занятий, где от самых основ, как работают с глиной, лепка, гончарство, как покрывать правильное изделие. То есть это вот достаточно 8 занятий, чтобы охватить просто базу. И после базы вы можете прийти на продвинутый курс, там уже другие техники изучаются, другие глины используются, другие глазури. И если вы приходите на живопись, то у нас курс «Основы живописи маслом» – это как базовый курс. Потому что вот всех, кто хочет научиться достичь высшей вот этой степени живописи – это, в общем-то, живопись маслом. Мы как бы делаем сразу человеку, показываем, как это. И если у него ёкает, то мы потом уже на продвинутом курсе делаем шаг назад и начинаем учить там основы графики. И постепенно-постепенно пишем там копии и переходим к портрету. Ещё у нас есть, периодически проходят курсы каллиграфии. Ещё у нас были когда-то интенсивные поли на гравюре. То есть мы включали такие ещё более декоративные вещи. И у нас ещё был курс по истории искусств. Сама я художник-преподаватель. Заканчивала Гомельский государственный художественный колледж на отделении живопись. И, наверное, студию мне хотелось ещё даже до поступления в колледж. Я понимала, что мне хочется места, какую-то вот именно мастерскую, где можно будет заниматься вот любимым делом. И когда я проходила педпрактику, мне очень понравилось работать с детьми. Безумно просто. И у меня там всякие были коллажики. Мы там во что-то с ними играли, что-то отрисовывали. Вместе какие-то фильмы смотрели. Моя мама на тот момент заметила, что я прихожу очень уставшая, но счастливая. И я поняла, что, наверное, мне хочется заниматься с детьми. И когда я выпустилась, сначала я начала искать школу, где я могу поработать с детьми. И я поняла, что нет мест рабочих. Мало, по крайней мере. Нет мест, значит, надо своё сделать. Где я могу сама набирать детей, сама обучать. И первоначально, да, был упор больше на детей, но потом как-то постепенно он стал больше упор на взрослых. Это был секрет. Открытие было 25 декабря нашей студии. 24 декабря день рождения моей мамы. И на 24 декабря мы поужинали. И мы просто берём такси. Я говорю, мне надо вам кое-что показать. И мы приезжаем. Мама так вот стоит. Она сначала толком даже не говорила ничего. Потому что для неё было шоком. Но она за день мне всяких подарков попридумывала, понаготовила. И на открытие принесла мне фотографии, где я ещё в 5 лет рисовала в рамочках. То есть, ну, они, конечно, гордятся меня. На самом деле всё это делалось для людей. Всё это делалось для меня, конечно, тоже. И самое главное, для чего это делалось, это для моей мамы. Меня зовут Никлюзов Антон. Я преподаватель гончарного искусства и керамики в студии «Воздух». По образованию я музыкант. Преподаватель и исполнитель артиста оркестра по классу «Волторны». Керамика первый раз я познакомился, наверное, 4 года назад. Я жил в Петербурге, и мы с женой попали на мастер-класс в студию керамики. И с тех пор это такая любовь, которая продолжается и растёт. Для того, чтобы заниматься именно гончарным делом, первое, что нужно, это, кроме глины, гончарный круг. Оборудование достаточно дорогое, профессиональное. Первый гончарный круг, он был сделан дома из остатков какого-то старого шкафа, бабушкиного тазика и стиральной машины. С этого можно считать начало занятий, как бы, такой деятельностью. Несмотря на то, что я гомельчанин, я приехал после долгого перерыва из Петербурга, и у меня не было здесь каких-то знакомых, к которым я мог обратиться. То есть я не знал ни одного керамиста в Комеле. Поэтому это было такое самостоятельное обучение. Я пользовался информацией из интернета, в общем-то, из всех источников, которых мог достать. Я стал делиться тем, что у меня получается в соцсетях. И в какой-то момент достаточно быстро мне стали писать сначала друзья, потом совершенно незнакомые люди с вопросами, куда к вам можно приехать, попробовать. Это очень интересно, мы тоже хотим. И возник вопрос, что нужно найти помещение, где можно было арендовать и провести полноценный мастер-класс. И спустя какое-то небольшое время поисков я нашел студию «Воздук». На данный момент моя работа в керамике состоит из двух основных направлений. Это преподавание в рамках в студии и производство. Уже можно назвать это производством керамик, потому что объемы растут. Наверняка многих молодых творческих людей опыт Алены и Антона вдохновит на собственные бизнес-проекты. В таком случае вам необходимо освоить налоговую грамоту. И наша программа вам в помощь. Актуальная информация от налогового инспектора прямо сейчас. С 2019 года для индивидуальных предпринимателей максимально расширен перечень объектов налогообложения единым налогом. Он включает в себя любые виды услуг и работ, оказываемых и выполняемых в интересах физических лиц. При осуществлении такого вида деятельности, как обучение в студии, индивидуальные предприниматели могут быть плательщиками единого налога. Размер единого налога в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь составляет 114 рублей. Ранее, если индивидуальный предприниматель выбирал такую систему налогообложения, как уплата единого налога, он не мог применять другую систему налогообложения. С этого года индивидуальным предпринимателям предоставлено право выбора режима налогообложения. Либо это общий порядок налогообложения, либо это упрощенная система налогообложения. Ставки налога при упрощенной системе налогообложения установлены статьей 329 Налогового кодекса Республики Беларусь в размере 5% для индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения без уплаты налога на добавленную стоимость и в размере 3% для индивидуальных предпринимателей, исчисляющих налог при упрощенной системе налогообложения с уплатой налога на добавленную стоимость. Так как большинство индивидуальных предпринимателей отдают предпочтение упрощенной системе налогообложения, хочется напомнить о том, что если с января 2020 года индивидуальный предприниматель изъявит желание применять именно эту систему налогообложения, то ему необходимо предоставить уведомление в налоговый орган по месту постановки на учет о переходе на упрощенную систему налогообложения не позднее 31 декабря 2019 года. Мне казалось, что именно я открою бизнес, и вот все будет нормально. Я просто буду писать картины, заниматься с людьми, ну и как бы все, буду счастлива. Но реальность, конечно, другая. Я довольно-таки творческий человек, назовем это так. И мне тяжело, например, работа с бумажками. Для меня это просто, ну, это не мое. Но постепенно, да, оно как-то начало сдвигаться на второй план. Мы там взяли бухгалтера, то есть пришел Антон работать тоже. Облегчилась задача, потому что как бы ни одна я тянула это все. Вот, поэтому, ну, вот такую рутину. И поэтому появилось уже больше времени на творчество. Самое первое для меня это было найти помещение, в котором мне понравится, да, потому что там же должно вот, ну, там же будет вся эта магия твориться. Следующий этап – это ремонт, покраска стен. То есть, а так как я заморочена на цвете, это был, наверное, самый мой любимый пункт, когда вот я вот так вот стояла в магазине два часа. И просто из 50 серых выбирала именно тот самый серый, который мне нужен. Вот, но было весело. Потом там мебель, мольберты. А так как открытие я запланировала через месяц после того, как мы нашли, ну, я нашла аренду. И это было рисково. Потом был вопрос с открытием ИП. Девушка-бухгалтер, знакомая, она мне помогла вот от А до Я вот вообще все эти вопросы порешать. Походила вот так вот со мной за ручку просто по всем инстанциям, чтобы, ну, чтобы нигде ничего не напутать, чтобы правильно все оформить. А потом уже было открытие, и я на тот момент поняла, что да, классно, пришли знакомые, пришли люди, которых я не знала на открытие. Было приятно, но буквально через месяц ты понимаешь, что ты вкладывался, наверное, не в то. Потому что самое важное сейчас, я вот считаю, это первоначально найти бухгалтера и СММщика. Это важно. Или понять платформу, да, на которой тебе нужно больше внимания уделять. Например, первоначально это было у нас ВКонтакте. Но мы быстро поняли, что это Инстаграм все-таки, и через полгода мы уже занимались только Инстаграмом. Еще не было вот этой вот всей эпопеи вокруг Инстаграма, и приходилось, ну, и ниша не изучена, и приходилось вот постоянно что-то выдумывать. Творческая студия – это два таких момента закрывает. Это момент образования и момент досуга. Человек придет, проведет очень хорошо время, поработает с новым для него материалом, поработает с гончарным кругом, и потом заберет домой, не знаю, кружку или тарелку, которому он будет пользоваться, и понимает, что это сделано его руками. О нас узнают люди с помощью сарафанного радио. Это передается так чаще всего от детей к родителям, потому что основной канал для нас – это соцсети. И если в самом начале большинство наших гостей – это были молодые девушки 25-30, 35, на данный момент, наверное, самый старший участник мастер-класса у меня – это было 89 лет на минуточку. Наши мамы, наши бабушки где-то, они уже тоже приходят. Нужно четко понимать, что самому будет очень тяжело. И у всех художников, практически без малого, которые знамениты, у них есть команда. И когда ты понимаешь, что работает команда на тебя, то есть первоначально, да, это очень сложно так найти. Но нужно уметь именно делегировать. Это рецепт, мне кажется, нашего века. Керамика сейчас востребована, и спрос на нее растет. То есть один из советов – хотите заниматься творчеством и зарабатывать этим – займитесь керамикой. Сейчас рынок очень располагается к этому. Где этому учиться? В первую очередь смотреть то, как это делают другие. И, ну, в конце концов, есть очень много статей, видео, которые можно не полениться посмотреть. В реалиях современных обязательно нужно пользоваться соцсетями и рассказывать о том, что ты делаешь через соцсети. И нужно делать это качественно. Ты можешь делать очень крутые вещи, но если ты это снял на какой-то, ну, прямым текстом, будем говорить, там, старый телефон с очень плохой камерой, с плохом освещении и выложил, то человек извне это не воспринимает как хороший продукт. Если хочется этим зарабатывать, то просто нужно не стесняться. Не стесняться ставить цену, не стесняться говорить, что это продается. Ну, и, конечно же, учиться постоянно, постоянно совершенствоваться. У меня рецепт простой. Нужно работать. Не получается, значит, в другие двери надо биться. Вот иногда просто вот идешь вот по одной стезе и вот как баран упертый. Не понимаешь, что, например, ну, оно не работает так. Значит, надо научиться себе говорить, что, ну, вот попробуй вот так немножко, ну, вот перебори себя, попробуй вот так. И это вот, скорее всего, сработает. Нужно просто вкладывать свое время в свое саморазвитие опять-таки. И тогда все, я думаю, получится. Совместить творческую самореализацию и коммерческий успех. Об этом мечтают многие. Но порой для совершения конкретных шагов чего-то не хватает. Возможно, истории героев наших программ как раз и станут для кого-то решающим мотиватором на пути к собственному успеху. Это был «Бизнес-план» на телеканале «Беларусь-4». До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова